Работает проект из того состояния, в котором он был. Находился он в плачевном состоянии, так как до нас его разработала небольшая группа разработчиков, которая не была ограничена никакими гайдлайнами, никакими жесткими требованиями кодированиями. То есть, ну, представляете, что в результате получилось. Да, не такой франкенштейн. Ну, то есть, вот, описаны некоторые правила. Что получилось? Рабочая схема, отсутствие практически готовой функциональности. То есть, за год отработки у нас получилась только система регистрации, и все. То есть, чтобы больше ничего не было готово. Очень жутко все тормозило, то есть, при невероятности, что приходилось ждать в районе 15 секунд на компиляцию какой-то странички. Ну, и, конечно же, база данных была наискро. Ну, не будем говорить о трагичном. Придется сразу к следующей части. Как разумные люди, мы, разумеется, начали думать, что же нам делать. Сроки поджимают, бюджетов тоже ограничены, как и всегда бывает. И мы начали думать. В результате мы, в первую очередь, обратились к западным аналогам, то есть к другим социальным сетям, которые построены уже, уже успешно, имеют огромную аудиторию, используются, собственно говоря, всремесно. Итак, вот, собственно говоря, некоторый пример. Обратившись к западным аналогам, будем точнять, какие-то уже ничего не написано, вот, что мы увидели? Мы увидели некоторое количество багов, которые часто встречаются со стороны именно фронт-энда, то есть как это воспринимают пользователи. Увидели тормоза, да, опять-таки, какие-то есть, если у вас используете для данной сети, то, я думаю, мы это часто встречаем. Также, ну, можно применить ленту данных сетей, которая формируется абсолютно непонятно каким образом, рано или поздно, все-таки, она у вас формируется подальше, как и должна. Ну, и, конечно, мы, как бы, конечно, смотрели именно с точки зрения архитектуры, но приняли решение, что не будем копировать это архитектурное решение в своем уже варианте, как назовещал вождь, мы решили, что по один другим путем. Вот, и мы остановились на FastGrid. Почему так вот, там, я говорю про Facebook, про FastGrid, пояснилось, что практически 80% всей бизнес-логики социальной сети в Рунгуке находятся в байданах, то есть организованы на храневых процедурах. Собственно говоря, я не буду выяснять пока, почему мы сделали такой опыт, давайте сразу перейдем к интересным задачам, которые я выбрал. Это не самые сложные, может быть, и не самые интересные, но мне показалось, для данного, как раз таки, когда на конференции это очень интересно будет смотреть. Итак, первое, что мы видим, это рекомендационный сервис. Уже было сказано немного про рекомендации, это у нас по-другому построена система, но все. Рано или поздно, я думаю, что часто в медиапроектах, таких как социальная сеть, появляется необходимость кому-то что-нибудь порекомендовать. Это может быть интернет-магазин, кстати, в Межпочке. Ну, много достаточно сервисов, где нужно что-то рекомендовать. И задача впускайся часто в таком формате, давайте что-нибудь, что мы порекомендуем. Но понятно, что из такой задачи толком ничего не построишь, ничего не сделаешь, мы берем уже с ними такое тяжелое, отправляемся к менеджерам проекта, и выбиваем из них более-менее вразумительные требования к системе, что от нас, в основном говоря, надо. Конечно же, от нас требуется достаточно часто обновлять рекомендации. В данном случае, не реже раза в сутки. Может показаться для начала, что это условие не очень критичное. Однако для социальной сети она достаточно важная. То есть что получается? Начально проект только запускается, у вас очень маленькое количество пользователей. постепенно у вас разрастается, база, она дополняется. И вам все равно надо укладываться в это вот правило. Все равно нужно принять какой-то алгоритм, для которого неважно, какое количество пользователей, вы сможете забалансировать эту систему так, чтобы она считалась не обеспечивающим раз в сутки. Опять-таки, это связано со вторым пунктом, то есть что вам нужно уменьшить при этом нагрузку на сервер. То есть чтобы не было такого, что у вас, допустим, когда тысяча юзеров, то у вас считается все отлично, а когда у вас там 250 тысяч юзеров, 300, миллион, 2 миллиона, то у вас все, у вас все убавится, то вы ничего себе не можете сделать, но потом надо все переписывать. Что такое динамическая рекомендация для каждого пользователя? Это значит, что вы не берете группу пользователей, объединенных каким-то определенным свойством. Вы считаете для каждого пользователя определенные рекомендации именно конкретно для него. То есть не объединяйте в каких-то группах, а сразу считайте конкретно, вот есть пользователь, и вы посчитали ему рекомендации. По какому-то алгоритму, который нарушил предстоит. Вот именно так. Есть такой пункт, и процент вероятности, что рекомендации близко пользуются. Об этом, собственно, тоже было уже сказано. Поясню в двух словах. Это значит, что вы должны таким-то образом отсортировать рекомендации. То есть вы должны сказать, что вот эта книга, в нашем случае книга, гораздо больше понравится пользователю, чем другая. И желательно сделать это с какой-то хорошей точностью. Ну и после реализации всех вышепречисленных пунктов к нам поступило некоторое дополнение, то есть что необходимо сделать. Это если мы все-таки не смотрели найти для какого-то конкретного пользователя рекомендации, исходя из того алгоритма, который будет предложен буквально на следующем слайде, то нам необходимо посчитать рекомендации, исходя из профиля пользователя. То есть из его свойств, которые указаны у него в профиле, из его параметра. Собственно говоря, такие для нами стали требования, вроде не очень жесткие, но все-таки интересы. На данном слайде я берем это графическое отображение решения поставленной задачи. Сначала обсудим левую часть схемы. Итак, колаборативный опять-таки способ, мы берем подписки пользователя, подписки на книги в данном случае, в этом случае мы ищем именно рекомендации книги. Мы берем пользователя, допустим, вот у нас обозначенного юзер А, и нам нужно найти для этого пользователя рекомендации книг. Мы берем все подписки пользователя А и ищем полное вхождение этих подписок, вхождение в подписок других юзеров. На данной картинке это юзер Б, юзер Д, юзер Ц. То есть мы нашли целиком полное точное вхождение для этого юзера, другие подписки, подписки других людей. Что мы делаем дальше? Мы берем, складываем все вот эти множества подписок пользователей Б, Д и Ц и вычитаем из них искового пользователя. В результате мы получаем некоторый список такой, да, то есть табличку из книг, которые пользователь А еще не подписывал в своих, значит, он их, скорее всего, еще не читал. И это те книги, которые понравились людям со схожими интересами. То есть это поиск людей со схожими интересами на основе их подписок на книге. Итак, казалось бы, вроде мы все нашли, но это не очень... Да? А учитывайте арху? В данном случае мы не учитываем авторов, поскольку нам нужны книги. То есть мы точность вхождения... То есть вот берем книгу, допустим, там, Пушкина, Евгения Негина и находим в этом уже Евгения Негина. Причем полный степь. То есть берем целиком библиотеку по ЗТА и ищем полное вхождение. То есть не какие-то процентов 70-50, то есть нет такой вариативности, но и на целиком вхождение. Поэтому нет смысла учить автора, мы точно знаем, что эта книга равноценна той, которую мы нашли в следующем обзоре. Вроде бы мы все нашли, но как видите, у нас есть перекрытие. То есть у нас получается какая-то книга, допустим, Е, она повторяется множеством, несколько раз. Что же нас с этим делать? По-хорошему, конечно, можно просто это выкинуть и порекомендовать. Но если вы помните, у нас было требование, что нам нужно сказать, с какой процентной вероятностью эта книга понравится тому пользователю, которого мы рекомендуем. в данном случае точка Е показывает, что трем пользователям из вот этого всего перекрытия понравилась эта конкретная книга, книга Е. Что это значит? В нашем случае Е это максимальное количество, каким пользователям может понравиться эта книга. Это будет наш эталон. Это, грубо говоря, 100%. Мы, конечно, книги не писали 100%, правило 97, но чтобы у нас пользователи не рад, что мы 100% гарантируем, особенно не очень это понравилось. Вот. Это наше 100%. Относительно этих 100% мы уже рассчитываем все прочие коэффициенты. То есть, допустим, перекрытие властей UserC, UserD, там уже будет 2, делим одно на другое, получаем коэффициент, умножаем на 100, получаем процент. Собственно говоря, вот такой алгоритм. В результате чего? Вроде очень все просто, элементарно, но по факту оказалось, что очень хорошее попадание. То есть, книги действительно нравятся пользователям, они их активно добавляют в сетье уже в библиотеку и при следующем пересчете уже рекомендации это учитывают и рекомендуют следующую альтерацию книг. И так, собственно говоря, до определенного момента, пока мы сможем уже согласно этому алгоритму что-то порекомендовать. И так, вроде с этим разбирались. Переходим к следующему алгоритму, скажем, тот, который как раз крипятым требований учитывает это то, что если мы по первому не можем найти, допустим, у нас вообще по социальному что не подписано. Или у него так много подписок, что мы никогда не найдем эти пересечения вообще. Это определяется на самом деле в самом начале расчета и мы идем сразу по второму алгоритму. Для того, чтобы его реализовать нам пришлось обратиться к воинам-модераторам, которые сели за месяц, неделю, я уже не могу точно сказать, я не помню, проставили всем книгам определенные параметры как-то пол, возраст и прочее, по которым именно мы уже из данных профилей пользователей подбирали рекомендации. То есть, грубо говоря, есть какая-то книга Донцова, скорее всего, она понравится женщина в возрасте 20-ти, ну, что-нибудь такое. И, согласно этому, мы уже подбирали рекомендации. Интересно в данном случае другое. Обратите внимание на этот плюс. Он в данном случае как относится как раз-таки к очень интересному мнению. Вся вот эта логика, она лизована всего одной хранимой процедуры. Одной. Она очень большая, она хорошо работает. Всего одна. В самом начале выполнения этого алгоритма она определяет, по какому из вариантов ей двигаться дальше и рассчитывает рекомендации и склады загубанных. Вот. Да. А вы выбираете пункты B, C и D. Вы, что, все возможные комбинации... Дать только запас ОКРФ, ВНИ, оставим секунду. Также вся эта логика, она считается для конкретного кузера в отдельности. Как вы выберете средства или инважных, то есть люди, которым нравится всем поголовно? Люди, которые нравятся всем поголовно, отлично. Если они являются именно вхождением или рекомендацией? В каком файле? А, ну, когда мы для пользователя хотим найти рекомендации, мы, например, берем B, C, если список пересекается с нашим. Нашему пользователю нравится и все остальные. Мы везем большое количество, то есть берем полное вхождение, допустим, бегородную в другую и выбираем только 20 пользователей. То есть мы отсекаем, за счет чего? Для того, чтобы не рекомендацией слишком много, нам избыточность не нужна. Мы берем только 20 пользователей и все. И этого нам достаточно и как по факту оказалось потом от пульской отдачи получилось даже неплохо. Хотя то, что вы рассказали про символы, мне тоже понравилось, нам надо подробно изучить эти вопросы, можно какую-то фиксировать. Итак, распределение по времени, о чем я хотел сказать, то, что для каждого юзера вызывается охранимая процедура отдельно. То есть есть некоторые демоны, которые раз в какое-то время берет пачку юзеров и на них насчитываются рекомендации. Вы можете распределить хоть несколько потоков хоть как угодно. То есть вы можете распределить и по времени, и по количеству терраций и экзакций. Динамический происхождение опять-таки это то, что для каждого юзера считается отдельно. То есть это каждый раз абсолютно новая рекомендация в зависимости от того, на что пользователь заново подписался. И все это делается в течение суток и более того. В общем, процентная вероятность, но я это уже рассказал, потому что мы это выполнили, это рассчитывается такими алгоритмами. И последний функт, собственно говоря, должен был вас реализовать. Итак, переходим к следующему вопросу. Это системам премированных. Ну, как назови ее, хоть системам премированных, хоть нет, так то иначе это биллинг. То есть когда вам нужно пользователем наградить пользователей за какую-то активность на сайте определенную каким-то штукой. Баллы, деньги, биллинг, неважно. В нашем случае это были баллы. Разумеется, как у любого биллинга есть какие-то требования, они опять-таки не очень жесткие, исходя из того, что у нас это не являлось основным все-таки функционалом, но закладывалось на то, что в дальнейшем это может все-таки таковын стать. Транзакционность. Ну, понятно, что в любом случае вам необходимо, чтобы сохранилась целостность данных о балансе бэдрофа. То есть сколько у них было денег, сколько у них стало денег, и тогда вы никаких коллизий в этом плане не получали. Возможность штучного начисления. Ну, это как раз противоречит немного первым пунктам, но обусловленный жизненным опытом согласно тому, что гораздо ли поздно случаются какие-то косяки в плане, что у вас там миллион баллов ушло куда-то никуда, и вы действительно думаете, что с этим делать. Пока вы разбираетесь с багом, вам надо что-то сделать, чтобы со стороны пользователя он смог дальше оперировать, и все это как-то устранит. Это не похоже на билли. Нет, на самом деле оно такое не является. То есть вы оплачиваете пользователей за какое-то конкретное действие, на самом деле, что вы гонитрины убедите, на самом деле. Это очень похоже. Вот. Возможность штучного начисления. То есть вы можете в любой момент носить это какое-то количество баллов пользователя. На самом деле это закладывается даже не с точки зрения бага. Это потом уже было выяснено, что он нам нужен для багов. Изначально закладывалось логикой, что мы сможем как начислять вручную, так и списывать. Допустим, пользователь накопил 1000 баллов, и у нас есть книга, которая стоит 500 баллов. Пользователь за эти баллы может и купить. Но, так как этого функционала именно как в магазинном варианте у нас не преследовалось цель достичь, у нас это делается через административную сторону. То есть выходил админин, нагрел, вот эту книгу, отдать тому-то и списать 700 баллов. То есть это ручное списание именно в этом ракурсе закладывали систему изначально. Автономное формирование групп начислений предоставляет накопление групп. Очень важный аспект, что, так или иначе, допустим, у вас есть лайки, а то есть это пользовательское деятельность, пользовательское действие лайков. За каждый лайк вы пользователем начисляете 1 балл. Вам необходимо, допустим, за 50 лайков отдельно начислить своему пользователю 200 баллов как ачив, то есть как достижение. Он что-то сделал такое крутое, и выносите ему отдельное премиальное начисление, премиальный балл. Для этого вам необходимо формировать группу, чтобы достичь определенного количества. Вот это, собственно говоря, моё самое требование. Обновление баланса в режиме реального времени это очень частые требования в таких ситуациях, когда пользователь что-то сделал, и вы тут же ему какую-то анимацию прокрутили и показали, что баллы ему насчитаны. История начислений, ну, понятно, так, что нужно выводить пользователю сколько он, куда, чего, зачем потратил, или наоборот накопил. И распределение нагрузки тоже понятно, если у вас не конверсальный пользователь, рано или поздно вы упрётесь, и вам нужно как-то это урегулировать, то есть, не сгладить пик, то есть, когда у вас пользователи в какой-то момент делали 10 действий, вдруг начали делать полтора миллиона, и всё у вас лучше. Вам нужно что с этим делать. Допустим, если скриптон кто-то пытается на каких-то еще, чтобы ничего не упало. И так, вот, собственно, положен алгоритм для решения этой проблемы. У вас есть хранимая процедура, все хранимые процедуры, помеченные здесь, как распределитель и с толщиной процедуры. Хранимая процедура, которая отвечает за пользовательское действие. То есть, допустим, кликается тот же самый лайк. Для того, чтобы обеспечить распределенную нагрузку на машину, мы используем расширение и полугвесовое, называется имбас, это сихронный руч. Собственно говоря, что происходит? Возите и кликает, создается таск в асинхронную очередь, которую лежит там, в постгрессе, как я сказал, в следующих хрени. За счет этого достигается то, что вы как раз изглаживаете вот эти самые крики. То есть, у вас в очереди можно сказать сколько угодно, но рассасываться она будет постепенно следующим экрозблоком на кастериную процедуру процессами. Она называется геномом после вычетки из очереди асинхронной. Вызывается процессинг, который уже определяет по типу действия, что нужно сделать с баллами. Начистить их или списать. То есть, опять-таки, вызываются хранения процедуры, все это делается в одной транзакторе, прямо с процессингом и вызывается процедура списания и начисления, которая уже делает все основное действие в базе. То есть, он списывает баллы, начисляет баллы и так далее. Однако, для выполнения пункта по коррекционированию игрок называется еще отдельная процедура изнутри уже вот этих начислений и списаний, которая регулирует именно как раз сбор группы. Как сбор, так, собственно говоря, и откатывается. Если, допустим, лайк убрали, вам должна группу расформировать, то есть, она перестала быть полной, целостной. Из этой процедуры, из всех этих трех процедур, уйдется запись в базовом состоянии. Что у нас получилось? Допустим, при лайках вы достигли 50, в наших случаях 50, то есть, группа стала полной. Что происходит во хранительной процедуры, как группа? Она ставит таск обратно в МВАЗ, но уже на системное начисление этих баллов за эту группу. Собственно говоря, мы, как бы, вроде замкнули систему, однако, во всех вот этих начислений и расписаниях есть проверки на то, что некоторые начисления, они не могут быть регулярными, то есть, они разные, как группы. То есть, группы начисляются только один раз. Если вы поставили таск на группу, дошли до джо-репозит, все. Дальше, второй раз, это уже даже в коллегу группс не пойдет, она запишет это создание в сторону ДВ. И все. Вы закончили, собственно говоря, начисление нового. Достаточно простая схема. Тут может встать вопрос, как же мы реализовали реалтаймовость обновления баланса, потому что мы вытащили все это в асинхронную очередь, которая расстасывается постепенно реалтаймовым демом. Тут был очень хитрый ход придуман, не то, что придуман, часто используется. Во время джо-репозит у вас ставится еще один джо-репозит, в абсолютно другую очередь имбаз, который расстасывается демоном и отправляет в репозит. То есть был поднят на джесс, как серый репозит. И мы, собственно говоря, пользователю отсылаем обновляющийся баланс. Для пользователя с его стороны это выглядит как реалтайм. Это, собственно говоря, и есть сторона для реалтайм. Потому что он кликнул, в нем пошла какая-то анимация, и вы быстренько и хорошо ему все показали. Собственно говоря, вот так мы распределили все это и развали на лотайм. Прожимаем. Да. А если я обновил страницу, у меня бы откатилась. Почему откатилась? Если бы обновили страницу, вы получили бы баланс, который получили бы анимацию. Потому что там выставляется флаг внутри таблицы User Spons Balance он, по-моему, которая типа что сейчас идет обновление баланса. В самодельном поле обычно оно Nub, если у вас не происходит никаких операций. Если оно не Nub, то туда пишется ID транзакция. Той транзакция, которая сейчас идет в процессе. Этот IT-шник через NextWall выдается в момент поиска действия и записывается сразу в балл. То есть вы получаете некоторое поле, оно даже не просто флага ID транзакции, который показывает вам что сейчас идет какой-то деятельности. Вы рисуете анимацию, что там идет пересчет в процессе промокобаланса. Как только у вас последнее последнее действие проходят они если ID транзакция, которая сейчас обрабатывается процессингом, совпадает с точной результатом, он ее удаляет. Конечно, может быть две транзакции. Тогда у вас будет лежать последняя ID последняя транзакция в той табличке. И первая, когда дойдет до видео лепозит, она сравнит свою ID транзакцию с той, что лежит там. Если она не совпадет, то мы ее удаляем. Сделать два действия данные, потому что вы делаете начали делать. Да, они потом через это и сделают, конечно. Быстрый поиск данных. Ну, понятно, что вы хотите, чтобы данные, которые вы ищете, отдавались быстро. Копилировая страничка, показывались книги, авторы, то, сутки, то, сутки. Возможность масштабирования. Понятно, что запросы с поиска могут быть очень интенсивными запросами, поэтому хотелось бы что-то с этим сделать вместе в отдельную машину и так далее. Ранжелированные результаты. Результаты, разумеется, должны как-то сортированы быть и показаны пользователям в том порядке. И явно это не просто по имени, какая-то логика должна быть. Поиск по разным критериям учитывает множество, допустим, от вычете в сути произвольную сроку и вам нужно найти, что-то будет относиться к авторам, что-то будет сноситься к названию. Вы должны все это учитывать и искать, и находить, собственно говоря, нужный результат в язме. Высокая скорость индексации на самом деле это не самое критичное требование в нашем пока не случае. Может, если бы это было критичным требованием, мы приняли немного другое решение, чем то, что мы приняли. В нашем случае она ее очень важна, но все-таки хотелось бы максимально ее ускорить, насколько это было возможно. Обычно это называется такая задача, и люди начинают думать сфинкс, и же с ними. Да. мы решили не расспыляться, а спостаняться, чтобы не словить какие-то проблемы, баги и прочее. Мы решили убивать корпус. Сфинкс там есть вопросы интеграции достаточно сложные, есть вопросы с индексацией, можно словить, то есть какие-то определенные баги. мы решили не перегружать систему излишними компонентами и воспользоваться тем, что у нас есть под рукой. К тому же у нас не очень сложные задачи. Собственно говоря, об этом и сказал. Стабильность решения. То есть оно всегда будет работать так, как вы от него ожидаете, а не то, что там вас повисло, процесс, и все. Возможности масштабирования. В нашем случае она реализована. Я очень приятно скажу. Примерно. 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 Прошу прощения. Маленькая точка. Рассчитанная. Вы получаете не то, что ожидаете. Мы, собственно говоря, очень любили. Итак, как у нас это работало? На начальном этапе разработки у нас всего одна машина под базу данных. Поэтому для дальнейшего масштабирования в некоторых системах мы вынесли все данные подготовленные для поиска в отдельную схему. Просто в отдельную схему и наладили вот эту синхронизацию между главной базой, в которой у нас лежат все данные необходимые в принципе которые там сторож данных, авторы, все-все. Оно нормализовано достаточно, насколько это вообще возможно, и решить так, как оно там должно летать. Когда нам нужно что-то искать, то есть это реалтаймовый демон, вот эта правильная синхронизация, есть реалтаймовый демон, который берет данные из MMDB и формирует их в том виде, в котором нам надо. То есть что мы получаем? Мы получаем, допустим, там у нас в данных подготовленных запросах уже авторы и издания лежат в одном вообще массиве, который проиндексирован, и по нему легко и быстро искать пересечения, сделав, что мы распарсили, исходя из строки, которая нам поступила к запросу. И, следовательно, все поиски запроса поступают уже конкретно именно в схему, где лежат данные подготовленные для поиска. Так, я уже говорил, что нам реалтаймовость диксация не очень важна. То есть, ну как бы, в принципе, нас никто не убьет, если это будет какой-то там минута, две. И поэтому это, собственно говоря, сделается демоном, вполне себе реалтаймовый, и подгружать эти данные из данной базы. Если нам надо в дальнейшем как-то смасштабироваться, по крайней мере, это закладывается в начале, мы всегда сможем вот эту схему отдельную, да, вынести на отдельный сервер. И эту синхронизацию сделать уже, ну, теми же, в принципе, способами, там тоже базовочек есть, и которые будут сюда перетаскивать из того сервера в этот сервер. И подготавливать, собственно говоря, данные для поиска. Что же такое данные подготовленные для поиска? Это данные, как я уже сказал, суперированы определенным образом, тем, которые нам удобно искать. На основных данных навешан индекс. В данном случае это GIN. Почему? Причем не кист, как может показаться, может быть правильно, но у нас пятьсот тысяч записей книг. По крайней мере, это было там, самым ранним, сейчас уже может быть больше. Пятьсот тысяч изданий, триста тысяч авторов. Это все, вот, подпасы в съемке, больше ста. Поэтому мы определили, что нам будет нам вычетка быстро гораздо важнее, чем запись, поскольку нам это не так и критично. GIN. GIN. Ну, понятно, да, полнотекстовый поиск, QTS-ректор, все дела. Оптимизированные запросы. Поиск совершается разными храненными процедурами, но в основном в каждом из них есть пять слоев поиска в зависимости от критериев. То есть, там, автор и жанр сравнивающийся, или там, издание и основная книга, которая к нему привязана. То есть, до пяти слоев в одной храненной процедуре сразу обчитывается в зависимости от того, какая вам поисковая строка пришла. В результате что у вас получается? Вот этот поиск, практически, как я сказал, пятьсот тысяч книг, пятьсот тысяч изданий, триста тысяч авторов, занимает у вас в пределах восьмидесяти миллисекунд. Грамотно сформированная схема в базе, с логикой именно поиска, позволяет вам очень быстро и легко искать. То есть, да, можно спорить, почему не спинится, почему... А почему нет? Хорошо работает. Да. У вас фарма помещается? Пока да. А какой самый не селективный запрос? Самый не селективный? То есть, который плохо селектится? Вопросик по синхронизации. Этот процесс у вас... Это у вас процесс происходит по триггерам, или он... Когда... Поступает... Хром. Допустим, там такая немного система. Допустим, у вас происходит парсинг данных из какого-нибудь каталога. То есть, поступают новые данные, которые неплохо вы добавили в поиск. Что происходит? ВМ... Выставляется после парсинга данных, когда новые данные приступили в базу, выставляется таск в МВАЗ на то, чтобы пора бы эти данные к себе выгрузить. Демон, который запущен... Он висит все время в процессе и все время пытается увидеть таск. Увидит таск, увидит таск, увидит таск, увидит таск. Только он увидит таск, он его берет, капилирует данные с информацией, которым надо, и запихивает их в отдельную схему. То есть, в основной у вас после данного процесса синхронизации прошел и в его процессе происходит пометка записи на момент, что он синхронизировал. Да. То есть, еще одна операция записи? Да. А проще было просто синхронизацию между базами? Там идет очередь, которая просто пишет, что данные были синхронизированы на такой-то момент времени. Все. Больше, наверное, ничего не надо. Потому что это накладные расходы по времени. Так я же видел, время не очень критично на вас включать. В данном случае критичное распределение. Чтобы у вас не получалось так, что пока у вас пользователи пытаются запросить какие-то данные в базы, у вас в этот момент идет какая-то индексация, очень трудная, тяжелая. Нет, но это обычно слоевами решается. Да, но в данном случае я уже сказал, изначально у нас была всего одна машина. У нас нет слоева, ничего. А теперь? Дружавно. Молодцы, экономисты. Есть условия, в которых надо работать. В тех условиях и работаем. Вопрос такой. Вы оптимизировали хранимки по стоимости, по робусу или только запросы? Мы оптимизировали запросы, належащие внутри хранимой процедуры, так, чтобы они минимально имели скорость пополнения, траты и так далее. И в дальнейшем, конечно же, оценивали с точки зрения уже как пополняется сама хранимая процедура. На самом деле, хранимая процедура складывается из тех запросов, которые вы в ней опихаете. Если вы запихнете туда фиговую запросы, вы получите фиговую хранимую процедуру. Вполне логично. Китай. По pos кости. За уши. В ухудшим шуток. В москва. В, вон, 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 вон. В тель! В москва. Субтитры сделал DimaTorzok